здравствуйте уважаемые друзья вы смотрите канал полиду и ро спасибо за то что вы с нами не забудьте поставить лайк этому видео подписаться на наш канал и конечно же написать вопрос либо же комментарий сегодня в моей виртуальной студии гости уважаемые гости александр кочетков александр здравствуйте добрый день надеюсь что будет для всех нас добрым очень этого бы хотелось александр предлагаю начать такой темы россия еще не приняла точного решения об отводе войск из херсона его будет принимать сам путин но там уже для россми подготовили методичку как оправдать возможный жест доброй воли об этом сообщает издание медуза я так понимаю что все-таки по сценарию по логике к этому готовятся и уже готовятся информации данные каким образом оправдывать свои действия ну честно говоря да медузе можно верить и достаточно взвешенное издание источники в кремле достаточно хорошие да это в общем то и не секрет всякие там стримаусы уже столько назвенели про эвакуацию про мародерство мародерство в здании оба администрации где находилась между прочим филиал фсб вот эти местные пауки в банке они там перегрызлись настолько что они мародеры друг у друга но ясно что они не особенно собираются сражаться за херсон который они объявили российский но сами же сами же прекрасно осознают что он был если останется украинский на что касается что касается там подготовки и так далее у них есть план на тот случай что если каким-то образом кремлю удастся уговорить уговорить белый дом на какие-то там переговоры хотя бы хотя бы формальные то вот как раз жест добрые воры под переговоры как условия переговоров между вашингтоном и москвой ну оставление как минимум правой части херсона право бережной части херсона вполне возможен на самом деле на самом деле вот в шахматах например есть такая ситуация когда соперник диктует своему противнику условно позицию каждого тюсланг называют каждый ход противника ухудшает ситуацию для него вот наша задача я вижу все признаки что эта задача и понимается и реализовывается нашим генеральным штабом наша задача навязывать врагу такую ситуацию чтобы некуда против вас плевать на какой на тот какой план они приготовили их что они там собираются каким образом оправдывать и тюхивать своим доверчивым избирателям там согражданам не до империи плевать на это мы должны действовать так чтобы наиболее эффективно с наименьшим разрушением нашего украинского города с наименьшими потерями украинской больших бойцов выдворить их оттуда а поскольку там степь до самого крыма то и прогнать их максимально долго их можно гнать до перекопского до перекопа до ченгара поскольку там у них есть укрепление а вот на всем этом промежутке достаточно хорошее такое пространство где их можно долбать аж до самого крыма там остановиться подтянуть резервы и подумать о следующем продолжении наступательной операции плевать то что они делают нам делать надо свое против чего не возразить никаким образом не смогут но при этом появлялась информация об этом сообщает издание итальянское издание ла репаблика о том что вашингтон и нато не исключает проведение мирных переговоров по войне в украине с россией однако условием для их начала может стать освобождение украинской армии херсона бои за который носят как стратегическое так и дипломатическое значение для дальнейшего хода войны насколько это может стать таким моментом манипуляции в руках путина который например выведет свою армию из херсон а потом будет говорить видите я же сделал шаг давайте теперь переговоры не будет такой манипуляции дело в том что путин то по тем приказам которые получают генералы он не хочет оставлять лево бережную часть херсона он готов так сказать имитировать некие бои имитировать некие бои направо бережья херсона а оттуда переплавится и бросить там совершенно неважно попадут они в плен его бойцы неважно или каким-то образом сумеют переправиться ну и не отдавать левую часть поскольку если мы оказываемся на левой вооруженной силы украины на левой на лево бережье херсонской области то дальше мы там просто перерезаем все коммуникации и у них назревает военный крах мы перерезаем военную логистику и со всеми этими захваченными оккупированными территориями херсонской запорожской и донецкой просто происходит военный крах ну если это начнет происходить то тогда переговоры для путина будет уже не средством что-то выторговать а средством спасения максимального спасения от совершенно позорной катастрофы которую даже коношенковы андроиды коношенковы не смогут представить в качестве какой-то победы поэтому американцы говорят что если взять херсон то переговоры можно вести причем вести на условиях цивилизованного мира то есть с учетом максимального требования украины но при этом британская разведка сообщают что россия строит укрепление похоже на линию вагнера и на других оккупированных территориях в том числе вокруг мариуполя то есть мы мы понимаем что если даже после херсона вот вопрос эта ситуация с херсоном она каким-то образом разрешится то дальнейшие территории все таки они планируют каким-то образом удерживать пускай планируют еще раз пускай планируют все что угодно на напустим на них ядовитых комаров они тут же разберутся ох сколько в херсонской области конкретно с примеру бердянске летают всяких разных комаров даже если не давит и то способны заесть твердокожего украинца что говорить о собаках бурятах вот если серьезно чем захватническая война отличается из освободительной то есть каждое там отступление в освободительными то есть мы делаем шаг назад вгрызаемся в землю и готовы Отвоевой делать шаг вперед каждый шаг назад укрепляют нашу готовность отвоевывать свою землю то есть мы становимся все злее все жестче все сильнее все незгибаемее это освободительной войны захватническая война в одном месте посыпалась в одном месте сыплется во всем остальном. У них нет вот этой вот внутренней идеи. За что они? За свой дом? За свою семью? За свое будущее? Нет. Бог его знает. Что я делаю здесь? Я приехал из Владивостока. Что я делаю здесь на украинской земле под этими градами и хаймарцами? В одном посыпалось, посмотрите, что произошло в Харьковской области. Многие там даже говорят, что это настолько стремительно посыпалось за 100 километров. Мы наступаем здесь за 100 километров в Харьковской области. Войска России драпывают за российско-украинскую границу. Многие даже говорили, что это настолько необычно, что договорняк. Нет, никого договорняка нет. Просто сыплется. Связь-то есть? Сыплется наступление, тут же оно преувеличивается в глазах оккупантов, возрастает многократно и они начинают разбегаться. Вот захватническая война, она хороша для захватчика, когда они наступают непрерывно. Когда они ведут оборонительные бои, уже сложно, а когда на них наступают, сыплется. Поэтому я не думаю, что мы там возьмем Херсон и дальше там придется брать крепость Мариуполь, крепость Бердянск, крепость Новый Укахов. Не будет этих крепостей. Будет то же самое, что под Харьковом. Будут драпать настолько быстро, что нам их не доткнать. Но, кстати, поскольку я вспомнил о Мариуполе, за последние полгода на северо-западе Мариуполя практически стертого с лица земли российской армии выросло целое импровизированное кладбище, место массового захоронения неопознанных жертв войны. Мы понимаем, что этот город, он стал одним из ярких примеров того, что делает российская армия и Россия вообще в Украине. Но, как вы считаете, насколько легко или просто, быстро мы сможем доказать в международных судах и привести тех, кто это делал в нашей стране, к какому-то наказанию? Составить в перечень военных преступлений доказательно свидетельства, резгумации, документальные подтверждения. Вот это все серьезная, большая, объемная работа, в которой нам помогут и зарубежные эксперты, и она и должна быть сделана, и она будет сделана. В этом никаких принципиальных проблем нет. Что касается вытаскивания, вытаскивания всех виновных, которых необходимо обвинить в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, вот тут несколько сложнее, когда Россия в свое время, проиграв Украину, цивилизованному миру в том числе, она посыплется, вот тут будет легче, вот тут будет легче. Мелких сошек, стрелочников, офицеров, командиров каких-то подразделений поймать будет проще. Самая большая проблема будет действительно военными преступниками, которые принимали эти решения, приведшие в конечном итоге и к террору, и к фактам геноцида. Вот с ними будет значительно сложнее, ибо они начнут выторговывать, выторговывать некую там амнистию, некое непривлечение к ответственности. Там еще может даже выстроиться такая колонна из тех, кто хочет сдать Путина в гарантии собственной безопасности. Такая ситуация тоже вполне возможна, как в жеркменах удачи. Чем больше сдадим, тем меньше срок. Но вот этот процесс неизбежный, но задумываться о нем сейчас, честно говоря, рано. Нам надо шаг за шагом реализовывать задачу по освобождению оккупированных территорий. Наказание военных преступников несомненно приложится. Я уверен, что этот пункт станет одним из важнейших в пункте реальных мирных договоренностей и гарантий безопасности Украины. Пункт о наказании бессрочном поиске военных преступников и их наказании наверняка войдет в эти мирные документы. Кратко все-таки. Я услышал вашу позицию, но уточню. Как вы считаете, конец Путина каким будут? Его ликвидируют свои, ликвидируют внешние, отстранят, будут преемник? По вашему анализу, что будет? Плавный процесс. Плавный процесс отхода в сторону и перехватывания, перехватывания власти некими околокремлевскими группировками. Сейчас там лидирует патрушевская группировка. Несомненно, со временем перегрызутся с Пригожинской и Кадыровской, которые сейчас вроде как были вместе, на самом деле перегрызутся тоже. И плавный отход Путина и приход некого промежуточного правительства, промежуточной власти в Кремле, которая будет во многом продолжать линию Путина. Во многом будет вот эту недоимперскую линию, агрессивную, продолжать, но чуть помягче, значительно больше, разговаривая с Соединенными Штатами и цивилизованными странами насчет того, как выходить из этой ситуации. И после этого придет новое правительство уже вот около путинцы, которые обеспечат некий транзит власти. Они уйдут в сторону, придет некая новая правительство из людей, новая власть, из людей, которых мы не очень представляем как политика. Они сейчас не политики. Мы их практически не представляем. И вот они уже будут заниматься серьезными вопросами и мира, и взаимной гарантией, и наказания военных преступников и в России, и тех, которых необходимо в Украине. Вот это через цикл. Потому что российская, советская история так устроена. После Сталина никакое, но продолжающего линия правительства Маленкова, а потом приходит Крущев, который проводит 20-й съезд КПСС с развенчанием культа личности Сталина. Вот такая же процедура будет. Но в процессе этого пути, скорее всего, Путин просто физически прекратит свое существование. И я не думаю, что-то будет покушение по вполне объективным причинам. Он уже одним копытом находится в Кремлевской стене. Вот на фоне этих процессов и второе копыто туда же попадет. Он более неизлечимой болезнью называется старость. Ну, кроме старости, у него еще есть ряд болезней, тоже достаточно сложных, достаточно сложных для извлечения. То есть ему недолго, именно поэтому он и творит всю эту беду. Он осознает свой близкий конец и поэтому творит всю беду. То есть в процессе плавного транзита власти Путина потеряют и закопают. Спасибо большое за ваш анализ и за ваши ответы и участие в нашей программе. Нашим зрителям, напомню, Александр Кочетков был с нами на связи. Друзья, и не забывайте также поддержать наш канал, подписаться на него и поставить ваш лайк и обязательно написать вопрос либо же комментарий. До следующей встречи. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!